Руслан Махабдивид, живём в очень сложные времена. Вероятнее всего, сегодня ночью начнётся война. Начнутся боевые действия между Ираном, с одной стороны, и его прокси, и Израилем, с другой. Как вы считаете, это сильно повлияет на войну России против Украины? Я думаю, это очень выгодно Путину, это выгодно России, потому что с самого начала у меня всегда были очень обоснованные подозрения, что всё это затевалось для того, чтобы вообще внимание от украинской темы перевести, и отчасти это удалось. И сейчас обострение ситуации на Ближнем Востоке, тем более обострение, если боевые действия будут вестись на разных участках, это, без сомнения, вовлечение других игроков, которые на Ближнем Востоке находятся. И по совокупности, если мы будем смотреть с точки зрения выгоды или невыгоды для Украины, для России, а мы всегда к этому вопросу подходим именно через призму такого подхода, я думаю, это выгодно России. Я думаю, Россия в этом отношении будет, Иран подталкивает на решение вот таких, скажем, действий. И здесь, к сожалению, есть такая опасность, что немножко внимания от Украины будет отвлечено. Как тогда, когда американцы заморозили помощь на полгода для Украины? Абсолютно верно, совершенно верно. Ну, мне кажется, даже когда помощь была заморожена, реально не поступали боеприпасы, реально чисто физически Украина не могла действовать. Здесь, я всё-таки надеюсь, это будет поменьше. Почему? Потому что, по крайней мере, заданные параметры поступления оружия летальных разных направлений, будь то самолёты или дроны, они будут поступать. И тогда, надеемся, что на украинском фронте действия Украины не сократятся. Хотя не факт. Не факт, потому что Америка тоже имеет ограниченные ресурсы. Если их надо будет отвлечь на Израиль, в этом случае, боюсь, как бы не было дефицита выделения, скажем, того намеченного плана для Украины, в этом есть такая опасность. Руслан Махамдевич, мы знаем, что Шойгу уже в Иране. Мы знаем, что россияне передали Искандеры, иранской стороне, многие другие системы вооружения. Как вы считаете, Путин вовсю вмешается в этот конфликт? Условно для того, чтобы создать второй фронт для американцев. То есть, насколько Россия втянется в эту войну Ирана против Израиля на стороне персов? Потому что это важно, на самом деле. Будет ли поставки оружия, будут ли инструкторы, будут ли какие-то там прокси российские, ЧВК и так далее? Не будут прокси, не будут, не будут ЧВК, потому что не из-за того, что Россия этого не хотела быть. Да Россия плевать хотела, если их с поличным не поймали на совершении преступлений. Они всегда будут отнекиваться и никогда это не признают. Это такое поведение российской власти и представителей русского мира. Здесь вопрос заключается в другом. У России нет ресурсов. Не из-за того, что Россия не хочет, нет ресурсов. Для самой России не хватает этих же Искандеров, не хватает этих же людей. Они ведь сегодня по всему миру выбираются. И в Южной Азии, и в Африке, и откуда только они не пытаются. Даже в Сирию залазить, когда самому Асаду не хватает людей. Он оттуда их забирает на войну против Украины. Это очень важно, что вы сказали, потому что именно Иран поставляет России и инструкторов, и дроны-шахеды, и ряд других дронов-беспилотники, и баллистические ракеты, как мы знаем, по тайных связях с разведкой израильской. То есть получается, что для России это не очень хорошо в конечном счёте, да? Да, по большому счёту, с точки зрения получения помощи, поддержки, реальной военной помощи, Иран рассчитывать на Россию не может. Не может, потому что, ну чисто морально, где-то они там будут, мы на одной стороне против зла, против Запада, против пиндосов, против этих. Вот такие вещи они будут говорить, но не более. Не более, потому что нет ресурсов у России. У России нет оружия, нет боеприпасов, чтобы этим помогать Ирану. Хорошо. Однако с другой стороны возникает вопрос. Если начинается большое противостояние сегодня ночью или до конца текущего года, мы можем говорить о том, что сейчас будет горячая фаза, да, то можно ли сказать, что ни о каких договорённостях мировых, мирных между Россией и Украиной, тогда речи уже быть не может. Ничего об этом говорится не будет. Что Путину просто невыгодно будет вести переговоры с Украиной, пока будет гореть на другом театре военных действий. Ты знаешь, Александр, дело в том, что вот переговоры российские, вот эти инициативы — это не больше, чем риторика. Так, Путин не собирается. Путин такой месседж посылает миру и потом в последующем, чтобы сказать, мы всегда были за переговоры, у нас были инициативы. Это просто такой обман. Они не собираются сегодня садиться за стол переговоров, потому что вот эти инициативы захватить ещё большую часть территории Украины, они ещё не потеряли, и вот эти марш-проски, которые они, и вот эти разных направлениях, в Харьковском направлении, на Донбассе, попытка отжать какую-то деревню или какой-нибудь квартал, скажем, какого-то города, у них они ещё остаются. Я думаю, по разным подсчётам и по мнению разных экспертов, это всё закончится где-то в конце сентября. Вот в конце сентября, я думаю, Путин реально захочет переговоры, потому что и экономика России, и вот тот запас, который они накопили для того, чтобы эти мясные штурмы… Мы же все знаем, что бронетехникой уже штурмы делать они не могут. Почему? Украина настолько успешно поставила, но буквально на конвере уничтожение российской бронетехники и пехоты беспилотниками, что они просто плачут. Посмотри, что говорят военкоры. Они просто на себя волосы рвут, потому что Украина компенсировала. Это важно, мы должны об этом знать. Когда Америка фактически перестала поставлять вооружение Украины, Украина отсутствие артиллерии и каких-то реактивных снарядов компенсировала именно за шок беспилотников, которые по доброй воле украинцы посылали на фронт. Вот это очень успешно они развернули, вот эту войну беспилотников. И сейчас Россия, она очень серьёзно затормозилась продвижение на фронте. Но ещё раз говорю, август и сентябрь, они ещё будут пытаться ещё что-то отжать. Вот после этого начнётся инициатива действительно насильственно посадить Украину за стол, переговоры и остановить войну. Ведь не зря наши, а это потом вернёмся к этому, не будешь и сейчас опережать время. Когда я просто уточню, вы считаете, что до конца текущего года, в начале следующего года может начаться какой-то переговорный, мирный или псевдомирный процесс? Нет, я уверен. В октябре, ноябре достаточно серьёзные, уже действительно инициативы Кремля начнутся для того, чтобы Украину, ну помимо воли Украины, посадить за стол переговоров. Почему? Отвечаю. Вот этот наступательный пыл, вот эта подготовленная операция наступления, она полностью завершится. Вот это подсчёт и экономики, и людей, и техники, и бронетерники имеется в виду. Ну нету, уже всё они исчерпают за лето. И вот им надо будет во что бы то ни стало остановить войну. И они по-действительному начнутся для того, чтобы Украина не готовилась к контрнаступлению. Вот им надо во что бы то ни стало сорвать вот наступление Украины на Россию. Тогда здесь важно отметить, что Украина получила первую сигнальную партию истребителей американских F-16. Всего 6 штук, но до конца текущего года они превратятся в 20, а в следующем году их будет 78-80. Российская авиация уже предварительно, загодя, чего раньше не было, её уже направляют вглубь России, вглубь Российской Федерации. Можно ли сказать, что F-16 значительным образом изменит характер боевых действий и поменяют паритет в небе между Украиной и Россией, не в пользу России? Посмотри, мы об этом обязательно должны сказать. Далеко до прихода F-16 в Украину украинские спецслужбы очень успешно работали по самолётам, по ПРО и по ПВО России. Они уничтожали, успешно уничтожали. Они достигали разных мест, вплоть до того, до Саратовской области, до аэродромов и в самом Крыме, и в Ростовской области. В Нурманске оленя. Да, оленя, да. Так вот они же уничтожали, уничтожали, и они фактически для F-16 готовили небо достаточно относительно свободное от присутствия России. Вот почему Украина вот в том наступлении застопорилась? Я, будучи не военным, по крайней мере, я внимательно смотрю и слушаю военных экспертов. Так вот они всегда говорят, если нет угловенства в небе, невозможно победить. Так вот Россия, она всегда имела преимущество в небе. И вот впервые появляется шанс у Украины, у украинских вооружённых сил, что в небе, по крайней мере, будет паритет. И Россия, ты правильно говоришь, Россия сейчас убегает, авиация убегает в плод, чтобы F-16 их не доставили. С другой стороны, если мы уже говорим об экономике, в том числе и российской экономике, в мире происходит какой-то кошмар. Уже говорят, что в Америке грядёт, может быть, рецессия, уже падают показатели на всех биржах. Японская биржа, Нью-Йоркская биржа летит, биткоинский рынок летит. Акции важнейших корпораций технологических, NVIDIA, Intel, Microsoft, Apple. Всё летит просто в тартарары, понижается, понижается и понижается. Чёрные понедельники грядут, что называется. Как вам кажется, вот сейчас на этом фоне, потому что же боятся и войны на Ближнем Востоке, боятся и того, что будет в Америке. Есть такое ощущение у вас, что грядёт большой финансовый кризис в мире в очередной раз перед большой войной? Знаешь, в принципе, я думаю, и экономисты, и люди от экономики и финансов к этому готовились. Начнём с того, что вот такая крупная экономика, как Китай, фактически, они об этом не говорят, но фактически нулевые показатели, ведь главный показатель Китая — недвижимость и строительство, они были полностью не только остановлены, они провалились, они сейчас и вот развитие альтернативных каких-то, скажем, продвижений экономики Китая, туризм или что-то другое, они не успели сделать. Исключительно по воле Коммунистическая партия Китая, они сдерживают, что Китай не обваливается, они искусственно его сдерживают. Это были первые показатели. В это же время, надо сказать, что это считается очень большой успех. Байдена, экономика Соединённых Штатов Америки, она была на подъёме, на подъёме была. Но мы должны понимать, что так не бывает, что кругом всё проваливается и на каком-то острове или островке всё остаётся. Почему? Потому что в мире всё связано, и торговля, и взаимодействие. Собственно говоря, весь мир сегодня построен на той экономической системе, которая выстроена в Соединённых Штатах Америки. Но вот сейчас Лоу-Стрит полностью стрясёт, и все эти пузыри, которые там создавались технологические, тоже лопаются, как китайские, как европейские и так далее. Так будет или нет финансовый кризис, на ваш взгляд? Я боюсь соврать. Я боюсь, потому что чисто интуитивно я полагаю, что если даже глубокого кризиса не будут, будут серьёзные потрясения. Будут серьёзные потрясения, потому что такие экономики, как Япония, Китай, мы с тобой уже только говорили. Уже Россия сейчас грядут очень серьёзные, большие проблемы по понятным причинам. Прежде всего для России это всё сыграло те санкции, которые в отношении эффективного в неё променялись, хотя они достаточно успешно и обходили этого. Это ведь всё по совокупности складывается. Почему? Потому что вот этим финансовым инструментом, банковским инструментом Соединённых Штатов Америки пользуются все. Пользуются все, и поэтому надо полагать, что какая-то часть этого инструмента, если проваливается, значит, это так или иначе должно сказаться и, собственно говоря, на самой системе. Руслан Махавдеевич, нет у вас такого ощущения, что мы на пороге Третьей мировой? Украина и Россия – большая война. Возможно, большая война на Ближнем Востоке и кровавая война на Ближнем Востоке. Китай обязательно посмотрит на Тайвань. Уже напряжение в Бангладеш после того, что там произошло, когда ушло правительство, и сейчас между Индией и Китаем будет тоже большое напряжение. Рецессии, экономические проблемы во многих странах мира, желание военных корпораций подзаработать на разных войнах. Нет такого ощущения, что мы просто катимся в Тар-Тарары под названием «Большая Третья мировая»? Нет, большой войны, я убеждён, в ближайшие годы не будет. Правильно ты здесь отметил Бангладеш, уходом премьер-министра в отставку. Там ведь фактически оппозиция в Бангладеш обвиняла премьер-министра, что она больше защищает интересы Индии, чем самого Бангладеш. И вот сейчас новое оппозиционное правительство, которое, возможно, придёт к власти, они имеют такую прокитайскую позицию. И здесь очень интересно. Поэтому, я думаю, здесь тоже будет изменение конфигурации. Правильно ты здесь отмечаешь, много сейчас чего может измениться, много чего. Но Ближний Восток ещё не готов в Саудовской Аравии, Арабские Эмираты. Это те игроки, которые осознанно взаимодействуют с Израилем, они ориентированы на Израиль. Если ты хочешь знать, они являются частью вот такой большой израильской политики. Египет — он такой искусственный, поддерживаемый американцами режим СССР, но там не всё так гладко и хорошо, как в тех государствах, потому что там очень серьёзную силу составляют палестинцы, которые не являются частью египетского общества. Они держатся особняком, и поэтому в любое время, образно говоря, они могут и проникнуть, они остаются палестинцами, и они всегда могут через Рафах или через другие прийти. Да, сложно, но ещё не столь критично. Не столь критично. Я вообще считаю, такие серьёзные вызовы станут тогда, когда всё-таки Китай окрепнет. А сейчас Китай реально будет окрепнуть. Индию он всё-таки будет в том регионе отодвигать. И будет крепнуть. Вот именно с наращиванием мускулу, реального мускулу Китая, вот тогда и появится реальная опасность большой войны, что мы можем назвать Третьей мировой. Друзья, мы сейчас продолжим, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой, не забывайте, пожалуйста. Руслан Махабдеевич, 6 число, 6 августа, день, который празднуют чеченцы, день взятия Грозного, 96-й год. Что это для вас лично? Вот несколько слов, если можно. Ты знаешь, это праздник. Это праздник, и до сих пор, когда, вспоминая эти дни, я где-то внутри себя начинаю чувствовать уютно, мне тепло, потому что наши войска вошли в Грозный. Мы фактически обложили 10 раз, провершающую российскую армию, закрыли её, и в конце концов всё это закончилось Хасавюртом подписанием договора и в 1997 году подписанием мирного договора между государствами Российской Федерации и Чеченской Республикой Ичкерии при посредничестве и содействии международной организации ОБСЕ. Это очень важно, многие пытаются забыть об этом, многие пытаются отодвинуть это. Это исторический факт. Если кто-то сомневается, я их отсылаю на сайт Организации Объединённой Нации, где чётко написано про это соглашение, и это всё есть даже на сайте Организации Объединённых Наций. Это для нас является тем показателем, что мы вернёмся обратно, что мы умеем побеждать. Это является примером для украинцев. Украинцы тоже должны помнить и знать, Россия не столь могущественна, насколько её пытаются нам представить. У России можно побеждать. Если кто сомневается, спросите у чеченцев. Они знают, как это делать. И я думаю, мы вместе, украинцы, кавказцы, чеченцы, мы это обратно сделаем. И обязательно, обязательно мы победим.